Для строительства индивидуальных жилых домов и социальных объектов было трансформировано 30 гектаров земли на участке Бургансу Кашкасуйского Аильного округа. Строительство городка началось в сентябре прошлого года. Согласно проекту, в одном корпусе будет два блока, и таких сейчас возводится два. Сметная стоимость здания, в котором разместятся четыре семьи, составит 13 миллионов 700 тысяч сомов. Дома будут завершены осенью. Здесь зимой бывает очень холодно, поэтому фундамент сделали высокий. При строительстве будут учтены все моменты, чтобы в дальнейшем не возникало никаких проблем. Всего на участке Бургансу будет построено 165 жилых домов. Государство выделило 80 миллионов сомов. На строительство был объявлен тендер. В документе указано, что стоимость выросла в два раза. Если раньше сметная стоимость одного двухквартирного корпуса составляла 6,5 миллионов сомов, то сейчас строительство оценивается в 12,5 миллионов. Представитель президента в области, усомнившийся в смете, обратился к соответствующим специалистам с просьбой пересмотреть ее. Эта работа находится на контроле президента. Цены подскочили буквально за год. Такого не должно быть. Поэтому я побеседовал с руководителем компании, поручил пересмотреть документы. Им необходимо заново провести анализ и сделать объективную оценку, поскольку мы должны еще экономить средства госказны. Кроме этого, в городке предусмотрены участки под строительство двухэтажных домов, детского сада, медресе, поликлиники и магазина. Так, на сегодня здесь строится также типовая школа, рассчитанная на 275 ученических мест. Под ее строительство в прошлом году президент заложил капсулу. Глава области также ознакомился с условиями жизни помирских кыргызов, поселившихся в Талдысуйском Аильном округе Алайского района. В 11 жилых домах по улице Помирской проживают 17 семей. Каждая семья ранее получила от главы государства по 10 овец, одной лошади и одной дойной корови. Жители попросили представителя президента в области решить вопрос с пастбищами. Всего с малого и большого Памира прибыло 88 этнических кыргызов. На сегодняшний день два человека из них получают пенсию по возрасту, а 35 детей – различные пособия. Бегань Бегалиева, Миргуль Бокошева, Агджо Лайбашев, Фалото, 24, Кожская область.